Как вы думаете, сколько можно заработать за простые тапанья по экрану в приложении Notcoin? Notcoin это невероятно популярное и быстро растущее приложение в Telegram, в котором сейчас более 10 миллионов аккаунтов. Эти аккаунты здесь появились всего лишь за две недели. Это приложение бесплатное и прямо сейчас 95 тысяч человек тапают пальчиками по экрану, тем самым майнят токены Not. В этом видео я поделюсь всем, что знаю о Notcoin, стратегиями, которые мы используем, как фармить монетки, чтобы при этом не уходило много времени, какие есть баги или фичи в приложении, а также потрачу более 65 миллионов монеток и предположу, а сколько же может стоить 1 миллион Notcoin? Давайте начнем с того, что приложение Notcoin находится в Telegram и запускается просто через Telegram-бота. Поэтому если вы до сих пор не добываете токены, рассчитывая на вознаграждение, а рассчитывать стоит, и об этом я чуть позже расскажу, переходите по ссылочке под этим видео, вы попадаете в мой Telegram-канал. Здесь есть закрепленное сообщение, соответственно нажимаете на него. Здесь есть пост о Notcoin и подробная инструкция для новичков. Здесь вся необходимая информация со скринами. По этой инструкции очень легко разобраться. Если вдруг возникнут вопросы, вы всегда их можете задать в комментариях. Нажимаете «Играть в Notcoin», попадаете в бота, нажимаете «Старт» и дальше достаточно просто разберетесь, запускайте само приложение. Итак, какую стратегию можно использовать? Сейчас покажу на отдельном приложении, в которое я не заходил 12 часов. И за эти 12 часов мне вот этот бот, так называемый ТАП-бот, который находится внутри приложения, добыл 172 800 монет. Соответственно, 12 часов я спал там, да, или занимался делами, он не добывал. Эти монеты ложатся вот сюда, на баланс. Этот баланс, наше предположение, что этот баланс, он не будет засчитываться за токены, за которые, соответственно, мы получим вознаграждение. То есть, эти вот монетки, которые мы здесь видим, мы, скорее всего, не сможем продать на бирже, да. Опять же, это предположение, вообще вся информация, которая связана с Notcoin'ом, является предположением, потому что у нас нет четкой информации от разработчиков, за что они будут нас вознаграждать и так далее. Они держат интригу. Соответственно, мы предполагаем. Сейчас объясню, почему мы это предполагаем. Так вот, этот баланс мы можем тратить в разделе «Буст». Покупая бусты, да, чтобы за один тап, например, по монетке, мы получали больше токенов. Также мы можем прокачать уровень энергии, чтобы у нас здесь было, допустим, не 6000 энергии, да, а 6500. Вот, и так далее. Делать это или нет, решать вам. Но разработчики периодически какие-то намеки нам посылают. Допустим, недавно был пост в Твиттере, вот с такой картинкой. О чем она нам говорит, непонятно, да. Но, может быть, это намек на то, что нужно все-таки прокачивать уровень энергии вот до 10 тысяч, да. Но, чтобы его прокачать до 10 тысяч, это нужно, ну, там, десятки миллионов этих монеток, да. Но, тем не менее, есть вот такой скрин. Возможно, он нам намекает на это, да. Если вы разгадали этот ребус по-другому, окей, поделитесь в комментариях. Может быть, это вообще не ребус, а просто, ну, типа, намек на то, что давайте, ребятки, думайте, что здесь мы что-то там скрыли, вот, какая-то интрижка, мы вас просто мотивируем сжигать эти монетки. Может быть и так. То есть, это все предположения. Значит, тап-бота, кстати, вы можете купить в разделе бусты всего лишь за 20 тысяч монет. Сначала эти 20 тысяч монет вы просто пальчиками добываете и потом, соответственно, тратите их на бусты. Так, снова идем в ноткойн. Ноткойн сейчас маленько лагает. Ну, сами понимаете, огромная нагрузка, огромное количество аудитории постоянно заходит в бот. Вот, соответственно, какие-то баги, лаги, списание токенов, потом опять зачисления, они случаются. Ну, нужно отнестись с пониманием, потому что, ну, действительно, нагрузка феноменальная. Серваки иногда не выдерживают. Может написано быть nothing, да, ничего. И можем ждать часами. Обновлять вот здесь можно нажимать, да, чтобы у нас загрузилось. Видите, опять бот показывается. Сейчас не будем обращать на это внимание. Обратим все-таки внимание на главные механики, которые вам надо знать. Так вот, вот этот баланс, он тратится на бусты. Об этом я уже сказал. Либо на скины, которые вы можете приобрести. Вот видели мы монетку, да, на другом аккаунте. Соответственно, вот ее можно приобрести за 2 миллиона монет ноткойн. Надо это делать, не нужно. Что-то мы потом получим за этот скин или просто это для радости, непонятно. Значит, дальше. Раздел Earn нам помогает зачислять на баланс большее количество этих монет, да, зарабатывать большее количество токенов, которые дальше мы можем потратить еще раз на буст. Значит, здесь простые задания. И, по сути, это внутренняя монетизация, уже монетизация приложения ноткойн. То есть, благодаря вот этим заданиям уже разработчики ноткойна зарабатывают деньги. Мы можем это предположить. Возможно, здесь есть какие-то партнерские договоренности. Или это, ну, это в любом случае реклама, правда? То есть, что здесь мы видим? Здесь мы видим задания, за которые нам начисляют токены. Допустим, вот нажимаем сюда, и за выполнение этого задания нам начислят 100 тысяч токенов. Что здесь мы видим? Мы видим, что нам нужно, допустим, вот посмотреть вот эту информацию, да. Все, засчиталось. Дальше нам нужно снова прочитать информацию. Засчиталось, да. Посетить сайт. Посетили, даже не посмотрели, нажали обратно, все окей. Значит, подписаться на канал. Подписались. Подписались, нажали назад. Пойти в Твиттер. Подписаться, да. Твиттер в России без VPN не работает, но в целом клик по ссылке засчитывается. И мы можем даже не переходить на Твиттер и получаем вот эти 100 тысяч ноткойнов. Все, нажимаем назад. Отмена. Давайте обновим. Еще раз напомню, что приложение сейчас немножко лагает. Так. Давайте нажмем сюда. Ну вот, пишет все, засчиталось, засчиталось, видите. И оно опять же, куда засчиталось? Оно нам должно засчитаться вот на этот баланс, да. Прямо сейчас оно опять же там вычитывает, что-то не засчитывает из-за нагрузки. Но оно падает потом, так или иначе, вот на этот баланс. И этот баланс мы можем тратить на бусты. Можем не тратить, да. Можем не тратить. Это опять же, ну, на ваш взгляд, да. Как вы считаете? Мы считаем, что тратить нужно. Сейчас объясню почему. Кстати, подробный пост со стратегией. Также есть в телеграм-канале. Вот видите, здесь заходим два раза в сутки. За 12 часов собираем 172 800 монеток. Дальше выполняем задания, чтобы получить больше монет на баланс. Дальше тратим их на бусты. Выполняем какие-то активности. И снова откладываем телефон на 12 часов. Если захотите заходить там каждые 5 минут, ну, в принципе, окей. Тоже можете так делать. Но чисто эффективнее, чтобы не тратить время поступать именно так. По крайней мере, сейчас. Значит, дальше здесь рекомендации, чтобы не устанавливать сторонние автокликеры и софты. Возможно, за это будут банить или как-то вычитать токены. Ну, в принципе, в этом нет смысла. Есть внутри бот, да. Так, заходить 15, каждые 15-20 минут об этом я сказал. Вот качать лимит энергии. Да, здесь есть рекомендация в этой стратегии, что в этом, ну, вроде как нет смысла. Однако, после вот этого скрина в Твиттере, есть гипотеза, что все-таки лимит энергии качать нужно. Когда мы нажимаем на команду профиль в боте NotCoin, у нас появляется вот такое сообщение. Оно нам говорит о чем? Что Total Score 6 185 646 токенов. Всего лишь, да. А вы видели у меня на экране там почти 70 миллионов, да. Вот здесь, смотрите, баланс 69 миллионов 483 768. Там цифры плюс-минус там где-то обновились или нет, но суть в чем? В том, что есть два показателя. Это Total Score и баланс. Вероятно, нас будут вознаграждать вот по Total Score, да. И это и будут те самые токены, которые мы сможем там, допустим, продать или использовать где-то внутри экосистемы Тон. А вот этот баланс мы можем тратить на прокачку, соответственно, нашего вот этой, нашей монетки, на прокачку энергии, на скины и так далее, да. Ну, давайте прямо сейчас попробуем потратить вот эти все десятки миллионов на Boost. Так, смотрите, значит, прокачка лимита энергии до 16-го левела стоит, ну, просто очень много. 65 миллионов 536 тысяч, давайте сделаем это, давайте купим сейчас за эти безумные какие-то цифры этот Boost. Вот я купил, мне не списалось, да, у меня не списалось, возможно, спишется чуть позже. Лимит здесь тоже не обновился, к сожалению, но это должно произойти. Опять же, нагрузка высокая, поэтому приложение лагает. После этого у меня есть уменьшится цифра, добавится лимит на 500, то есть будет 9500 энергий, а в скрине у нас написано 10 тысяч, да. Представляете, сколько нужно будет миллионов, чтобы прокачать лимит энергии до 10 тысяч. Засчитывается на Total Score все, что мы натапали пальчиками и все, что добыл бот. Также здесь есть раздел друзья, да. За приглашение друзей мы также получаем монеты на баланс. На баланс, еще раз, да, не в Total Score. Вот у меня лично приглашенных 1232 друга. Соответственно, за каждое приглашение я получаю на баланс вот здесь монетки и также их могу тратить на Boost. В Total Score они не попадают. Очень важный момент лиги, да. Alex MVP, канал Alex MVP находится в самой топовой Diamond лиге. То есть это самая топовая лига, дальше ее лиг нету. Все, это супертоп. Есть платиновые лиги, есть золотые лиги, есть серебряные лиги. Ну вот, бронзовых уже нету. Значит, в лигах вы можете быть как лично, если вы не вступили ни в какую команду, ни в какой сквад, да, так и в скваде. Соответственно, мы предполагаем, что вознаграждать будут как за достижения сквада, соответственно, за топовую лигу, да, так и за личные достижения. Соответственно, в какой лиге находитесь именно вы. Допустим, я нахожусь пока в платиновой лиге, да, и вот мне осталось там около 4 миллионов на фарме до самой топовой Diamond лиги. Соответственно, если вы будете лично в Diamond лиге, да, и ваш сквад будет также в Diamond лиге, ну, есть вероятность, что вас больше вознаградят. Сейчас у нас в скваде находится более 19 тысяч игроков. Лично я пригласил, я вам показывал, 12 тысяч, а точнее 232. И, соответственно, чем вы активнее в этом приложении, тем больше вероятности, что вы здесь можете больше заработать. Вот такое у нас предположение. Значит, давайте еще по поводу монетизации уже внутри приложения. Как мы предполагаем, да, как уже зарабатывают разработчики. Во-первых, если вы заметили, здесь есть кнопка «Бустануть». Нажимаем на нее и получаем вот такой прайс, да, с помощью которого мы можем выбрать, значит, на каком месте будет находиться наш сквад, значит, чтобы его все новенькие замечали. Потому что сейчас, по крайней мере, на данный момент нельзя создать, собственно, сквад. Его могли создать только те, кто был там в бета-тесте и в самом начале года заходил, да. Соответственно, сейчас вы не можете создать свой сквад, если вы даже являетесь там лидером мнений, вам нужно вступить в чей-то сквад. Однако все рефералы, которых вы пригласили, они будут в любом случае засчитаны за вами. Я вам показывал здесь раздел «Друзья» и у вас здесь ваши личные приглашения, за которые вы получите также токены на баланс. Так вот, смотрим, бустануть, да, здесь мы можем заплатить аж 4 тысячи долларов за то, чтобы наш сквад был на первом месте, чтобы его видела новая аудитория и заходила в наш сквад, соответственно, развивая сквад, привлекая, развивая количество аудитории. Стоит это делать? Не стоит. Тут уже зависит от вас, если у вас бюджет на это. Но на этом это получается уже прямая монетизация. Уже разработчики NotCoin зарабатывают деньги на бесплатном приложении, на каких-то вот бустах внутри него. Также я показывал раздел «Earn», да, и в этом разделе есть задания, за которые также, вероятно, зарабатывают разработчики. То есть это, по сути, рекламная площадка, где мы с вами приходим, выполняем задания, нам даются токены. А что это за задание? Подписаться на телеграм-канал, воспользоваться ботом, какой-то биржей, купить какую-то нефтишку. Что, по сути, делает NotCoin? Он привлекает огромное количество людей, миллионы людей в криптоиндустрию. То есть это так называемый массадопшен индустрии, да. Он знакомит с экосистемой, а в данном случае с блокчейном ТОН. Здесь не зря открыт график, это график токена ТОН. И NotCoin, по сути, знакомит аудиторию с экосистемой ТОН. Потому что здесь все задания так или иначе связаны с ТОНом. Мы подписываемся на каналы, на какие-то сообщества, где рекламируются биржи внутри ТОНа. Потому что ТОН, знаете, как отдельная вселенная внутри одной большой вселенной криптоиндустрии. Есть экосистема ТОН, как экосистема Солана и так далее. То есть есть экосистема ТОН. И в ней есть отдельные биржи, отдельные там какие-то маркетплейсы. Допустим, вот есть такой маркетплейс, где есть огромное количество проектов. Соответственно, аудитория приходит, знакомится с ними, что-то покупает, да. Где-то там просто информацию читает и так далее. То есть уже идет оборот средств. Уже есть заработок в приложении. Уже есть для разработчиков монетизация. Я вот это хотел показать. Для нас пока монетизации нет. Мы пока с вами ожидаем, что нас вознаградят. Почему нас должны вознаградить? Во-первых, потому что разработчики уже зарабатывают. То есть это логично. 10 миллионов аккаунтов. Ну пусть здесь не все 10 миллионов человек. Окей, пусть это будет там миллион человек. Ну смотрите, миллион человек будет разочарован в этом приложении. Разочарован в экосистеме. То есть какой фат, какой негатив пойдет в направление блокчейна ТОН. Ну то есть логики здесь вообще никакой нет. Если вы знакомы хотя бы немножко с аэрдропами, а это по сути вознаграждение ранних пользователей проектов, которые только выходят на рынок. И аэрдропы были достаточно щедрые. Какие-то там тысячами долларов измерялись, какие-то десятками тысяч долларов в зависимости от активности. Это говорит о том, что проекты сейчас вознаграждают аудиторию за активность внутри этого проекта. По сути это просто маркетинговая компания. Она просто сделана немножко нестандартным способом. По сути мы как некие менеджеры по продажам, которые рекламируют это приложение. То есть мы и активисты в нем, и менеджеры по продаже. Потому что мы рекомендуем его своим друзьям. И мы делаем там какую-то активность, показывая это в интернете, в своих социальных сетях. Таким образом мы рекламируем это приложение. И именно за это разработчики проектов, фаундеры проектов вознаграждают свою аудиторию. Поэтому мы предполагаем, что здесь вознаградят активную аудиторию именно за развитие этого приложения. Потому что по сути это наша с вами заслуга. Вот эти 10 миллионов человек это наша с вами заслуга. И для проектов, как часто бывает, именно выгоднее вот такая механика вознаграждения, чем просто покупать рекламу где-то в пабликах и так далее. То есть здесь идет некая такая виральная маркетинговая компания, когда люди просто так рекомендуют, потому что им нравится, потому что они ожидают от этого проекта что-то. Какая может быть стоимость у 1 миллиона ноткоинов? Давайте предположим. Во-первых, это топ 100 криптовалют по рыночной капитализации на сервисе CoinMarketCap. Вы можете его открыть и просто посмотреть, а какая капитализация у топовых криптовалют. Если 1 миллиард долларов капитализация, то стоимость 0,00033 за 1 токен нот. За 1 миллион мы можем получить 330 долларов. Опять же, это гипотеза. Есть следующая версия, что оценка будет 100 миллионов долларов. Тогда 1 токен нот будет стоить 0,00033 доллара. Или за 1 миллион монет нам дадут 33 доллара. Значит, по поводу багов или фич, никто не знает. Значит, смотрите, на айфонах вот была такая штука, называется лупа. Два раза клацаешь пальцем, появляется лупа, видно, да? Здесь проводишь пальчиком и вот такие движения делаешь. Смотрите, как быстро уходит энергия. Просто моментально. То есть не нужно долгое время сидеть там и нажимать двумя-тремя пальцами, она быстро уходит. Однако, вот совсем недавно, после таких манипуляций, энергия начала обратно уходить, да? Обратно восстанавливаться. Токены начали отниматься. Соответственно, либо это глюк, либо этот баг, эта фича уже не работает. Ну, она есть, я вам ее показал. Что, я думаю, будет дальше? Во-первых, у нас может обновиться раздел бусты, да? И нам придумают еще, как сжигать наш баланс вот этих монеток, да? Тут могут быть какие-то еще новые бусты. Я думаю, что придумают еще какой-то утилити, как использовать вот эти вот миллионы монет. Потому что, в целом, уже там 41 скват есть в самой топовой лиге, да? Уже даже 42. То есть, по сути, это команды, которые, ну, достаточно много миллионов этих токенов нафармили. И их нужно куда-то сжигать. Поэтому, думаю, что еще придумают какое-то сжигание. Либо новые скины, либо какие-то новые бусты, либо еще что-то. Либо эти токены пойдут там в какой-то другой проект. Также считаю, что гениальное маркетинговое решение было устроить вот эти соревнования между разными лигами. Потому что, по сути, блогеры бесплатно рекламируют приложение Notcoin, ничего за это не получая. Просто получая, как минимум, удовольствие, да? Как максимум надежды на то, что это вознаградится. Благодаря вот этой вот соревновательной системе между сквадом, между командами, да? Потому что каждая команда, по сути, это, ну, канал в Телеграм, да? Соответственно, аудитория. И мы вместе с моей аудиторией, да? Ребята со своей аудиторией соревнуемся друг с другом. Соответственно, вот эти соревнования, они, конечно же, начинаются далеко. Вот там начинается в серебряном скваде, да? И, соответственно, дальше уже движуха уходит, уходит дальше, дальше, дальше. Сначала люди до третьего места доходят, потом до второго, потом до первого. Соответственно, есть определенный лимит, да? Который нужно преодолеть в, допустим, серебряном скваде. Это 500 тысяч Notcoin'ов. В золотом это больше 100 миллионов Notcoin'ов. В платинум, соответственно, 900 миллионов. Ну, здесь все уже понятно. В разделе Boost есть Free Daily Boosters. Это значит, что каждый день есть бесплатные бусты, на которые не нужно тратить монетки. Это Turbo и Full Energy. Соответственно, Turbo это ракетки. О них сейчас я расскажу, да? Full Energy это восстановление полностью энергии. Заново можете тапать. Нажимаем на Turbo. И у нас, и у нас должна сейчас появиться ракетка. Если не появляется, тапаем пальчиком, ждем ракетку. Ракетка нам, по сути, дает большее количество токенов за один тап. И как появится ракетка, нужно нажать будет на эту ракетку. И, соответственно, как можно быстрее тапать и больше фармится токенов. Однако, сейчас нам за ракетки не дают, скажем так, сверх большое количество токенов. Нам дают токены только исходя из количества энергии. Возможно, именно потому, что у нас, у кого есть iPhone, да, есть вот такая вот фича с лупой, да. У кого есть Android, ее нету. И, возможно, решили как-то уравнять. В приложении могут появляться новые баги, новые фичи. И о них мы оперативно сообщаем в нашем Telegram-канале. Ссылочка на который находится внизу под выпуском. Продолжение следует... Продолжение следует...